Молитва за усопших Молитва о тех, кто перешел из жизни временной в жизнь вечную, является древней традицией церкви, освященной веками. Покидая тело, человек выходит из видимого мира, но он не покидает церковь, а остается ее членом, и долг оставшихся на земле молиться за него. Церковь, несомненно, верует, что молитва облегчает посмертную участь человека, и что Господь принимает молитвы не только об умерших праведниках, но и о грешниках, находящихся в муках. Особенную силу имеют молитвы на литургии. Святое жертвоприношение Христа, нашей спасительной жертвы, доставляет большую пользу душам даже после смерти, при условии, что их грехи могут быть прощены в будущей жизни, говорит святитель Григорий Великий. Поэтому души усопших иногда просят, чтобы о них была отслужена литургия. Литургия есть жертва, приносимая за жизнь мира, то есть за живых и умерших. Церковь молится о всех усопших, в том числе и о находящихся в аду. Одна из коленопреклонных молитв, читаемых в праздник Пятидесятницы, содержит прошение о иже-воаде держимых и о том, чтобы Господь упокоил их на месте светля, месте злачня, на месте прохлады. Церковь верует, что по молитвам живых Бог может облегчить загробную судьбу умерших, избавив их от мучений и удостоив спасения со святыми. Литургическая молитва является молитвой о чадах Церкви. Но можно ли молиться за некрещенных, в особенности за умерших вне Церкви? Прямого ответа на эти вопросы в священном предании нет, однако существует множество косвенных свидетельств того, что молитва за умерших вне Церкви принимается Богом, и они получают облегчение и утешение. В алфавитном Патерике, составленном в IV-V веках, рассказывается о святом Макарии Египетском, который однажды, идя по пустыне, увидел лежащий на песке череп и, прикоснувшись к нему палкой, спросил «Кто ты?». Череп отвечал «Я был жрецом идолопоклонников, которые жили на этом месте, а ты, Авва Макарий, имеющий в себе Святого Духа, когда, умилосердясь над теми, которые находятся в вечной муке, ты молишься о них, они получают некоторое облегчение». В Православной Церкви не принято поминать некрещенных, равно как и инославных христиан, за Божественной Литургией. Это, однако, не означает, чтобы за них вообще нельзя было молиться. Вопрос о молитве за усопших инославных обсуждался в период подготовки к Поместному собору 1917-1918 годов. Отмечалось, что никаких древних канонических определений на этот счет не существует. Правила, запрещающие молиться вместе с отщепенцами или коснеющими в ереси, не имеют отношения к молитве за усопших инославных, хотя противники такой молитвы и ссылались на них. Про Таирей Аквилонов писал в 1905 году, что молитва за умершего лютеранина будет неприятна самому этому лютеранину, так как он при жизни не веровал в силу заупокоенных молитв. Она будет непрошенной услугой, поскольку в смертный час почивший не думал о переходе в православие. Автор приводит в пример различные корпорации, ассоциации, ученые и промышленные общества, строго охраняющие свои, как он выражается, корпоративные межи и не допускающие проникнуть туда посторонним людям. Каждый член церкви, пишет про Таирей Аквилонов, обязан возрастить в себе истинно христианский православно-церковный корпоративный дух и, не забывая долгой любви к ближним, строго держать в своих руках церковное знамя. Про Таирею Аквилонову возражал автор книги «Можно ли и должно ли нам молиться в церкви за усопших инославных?» по фамилии Соколов. Книга эта была издана Московской духовной академией. Во всех этих речах, пишет Соколов, слышится какая-то необыкновенная черствость, какая-то щепетильно самолюбивая забота о том, как бы не оказать излишнюю услугу и не явиться с нею навязчивым и непрошенным. В них совсем забыто то, что, несмотря на разность исповеданий, мы все христиане, и потому, любя ближних своих, обязаны оказывать им великую помощь. Умершие лютеране и реформаты при жизни своей не веровали в молитвы за усопших. Но что же из этого? Ведь мы-то православные, мы-то веруем, что наша молитва может оказать умершим великую помощь. Истинное православие, говорится в той же книге, дышит не корпоративным духом, а духом любви, милосердия и снисхождения ко всем людям, в том числе и находящимся вне православной церкви. Редактор субтитров А.Семкин